Дневной разворот Путин был подписан указ о проведении частичной мобилизации. Кировская область тоже включилась активно в этот процесс за последние дни. Но судя по сообщениям, в первую очередь, СМИ, мы знаем о том, что из нашего региона уже отправлено несколько групп мобилизованных. Они отправлены для подготовки в военную часть. И буквально позавчера появилась новость с заголовком. Губернатор лично проконтролирует помощь мобилизованным кировчанам. Речь идет о том, что было подписано соглашение между губернатором нашего региона и руководителем благотворительного фонда «За вятку» Сергеем Крутиковым. И сегодня мы будем говорить именно на эту тему в нашей студии. Сергей Александрович Крутиков с нами, руководитель благотворительного фонда «За вятку», председатель правления Кировской областной общественной организации «Союз десантников». Сергей Александрович, добрый день. Добрый день. И не побоимся этого слова. Член общественной организации «Союз десантников». и президент Вятской торгово-промышленной палаты Андрей Усенко тоже с нами. Андрей Альянович, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Тема непростая, тема, безусловно, жизненно важная. И тут много сообщений, конечно, уже и в социальных сетях, и какого-то такого деструктива уже, полным-полно, да, выбивающего из себя. И понятно, что нервное напряжение сейчас очень и очень сильное. И много вопросов, да, на которые сейчас мы попытаемся ответить. Я посмотрел, Сергей Александрович, благотворительный фонд был буквально недавно ведь создан, да, в августе. Да, зарегистрирован в августе. Да, в августе. Собственно, цели его создания каковы? Вот цели я коснусь сразу, если времени немного, так, кратце истории. Мы давно занимаемся, как бы, подготовкой службы в армии. И где-то лет пять назад Володю Лукаяна взяли со своим клубом, съездили в одно из соединений, не буду называть, какое, воздушно-стандартных войск. Он выступил со своими показательными выступлениями. Командир бригады оценил очень высокий уровень подготовки. И было им сказано, что я беру кировских всех. Мы заключили договор через наши ресурсы. Кировских призывников, да? Да, заключили договор. И стали каждый призыв отправлять в бригаду порядка 30 человек. То есть в год у нас уходит, ну, порядка 60. Из них 50% остается на контракте. Сейчас в бригаде 150 кировских пацанов. Это серзанты, солдаты, пропорщики, офицеры. Из них 60 срочники, которые, я думаю, подпишут контракт. А эти 90 человек, они как бы участвуют в боевых действиях. Значит, сразу выражаю благодарность всем родителям. Потому что по окончанию контракта никто из кировских пацанов не уехал домой. Все продлили. Почти 190% награждены Орденом Мужества. По понятной причине лица мы их показывать не можем. Такое подразделение у нас. Ну, большая благодарность родителям за воспитание таких детей. От родителей вопросы поступают? С какими проблемами обращаются? Ну, в основном сейчас в фонде. Телефон красный. Все звонят. И родители, что у меня только что мобилизовали. Уехал как быть, что чем помочь. Поэтому мы, когда начали помогать бригаде. С начала спецоперации. Порядка 7 миллионов. Мы собрали с неравнодушных предпринимателей. Просто люди и деньги. Обратились в бригаду. Они дали список, что именно нужно. То есть я это заострю внимание. Потому что сейчас люди. Я куплю квадрокоптер. Я куплю там тепловизор. Не надо ничего покупать. Нужны финансы. Мы купим сами. Мы знаем, что нужно. Какую марку купить. Какой прибор. Какой прицел. Мы все это знаем. У нас есть каналы. Купить дешевле по своей цене. И все это. Вот так бы как бы. Маленько отвлекся. Вот. Создали фонд. Ну и решили, что как бы. Почему только бригада. Если сейчас будут накопления. Значит всех наших вятских нужно поддержать. Обратились к губернатору. Губернатор встретил очень тепло нашу идею. Он нас поддержал. За нас можно сказать поручился. Сейчас нас курирует. Алексей Комаров. Это глава администрации губернатора. Мы все решаем все проблемы. Все поступления денежные. Все совместно. У нас все прозрачно. Сейчас попечительский совет будет создан. Мы расширили как бы совет до 10 человек. Хотим туда от каждой отрасли пригласить. Пусть делегируют отрасли. Вчера со строителями разговаривали. Они делегировали там союз строителей. Сейчас сегодня следствия с заготовителями у нас в 13.30 совещания. Оттуда пусть делегируют. То есть пусть контролируют фонд. Чтоб ни одна копейка, которую люди собрали от души, не ушла в сторону никуда. У нас есть телеграм-канал. У нас есть сайт. Все сделано. Главное осталось структуру. Помещение там. Потому что люди несут вещи. То есть их никто не извещал. Что нужно, как нужно. Понятно, что мы не отказываемся. Помещение будет. Человек, который принимает все по записи, подписи. Потом мы постараемся по-любому это все туда увезти. Если даже не поднадобиться нашим солдатам, то мы на Донбасс жителям. Там тоже все очень плохо. Все разрушено. Люди без одежды. Ну, каналы мы сейчас можем смело озвучивать. Безусловно. Куда непосредственно можно обращаться. У нас есть QR-код. Он сейчас везде в интернете ходит. У нас типовой договорщик. Который перенаправляет на эти все реквизиты. Да, да, да. Открываешь там Сбербанк. Все. И можно заплатить. Там можете указывать платеж благотворительность. Либо там пожертвования. Либо вообще можно не указывать. Куда перечисляют люди деньги. Кому как удобнее. Сейчас ведем переговор со Сбербанком. Там, что в каждом отделении висел такой QR-код. Чтобы люди могли прийти. Чтобы сразу перед глазами было. Я очень выражаю глубокую благодарность жителям нашей области. Я даже, если честно, не думал, что у нас так много хороших людей. Так, ну, блин, так хорошо собирают. Так просто от души это все делается. Просто, просто на удивление. Вот. И думаю, что, ну, раз такие парни воюют, наши кировские, то и люди-то у нас такие вятские хорошие. Вот. Так что мы сейчас все организуем, как бы, координируем все действия. Чтобы не было. Сейчас очень многие. Я смотрю, вот там, в Самутнинске кто-то собирает деньги. Смотрю, в Яранске там кто-то собирает деньги. То есть, я понимаю, что это желание нормальное, хорошее. Но что там собирать, какие деньги, какие вещи. Вот мы хотим все упорядочить. То есть, вот такой рабочий совет. Люди бы отвечать один за волонтеров, которые будут заниматься. Чтобы не было лишнего. Чтобы люди не потратили свои средства на то, что не нужно. Вот. Это нужно вот все это упорядочить. То есть, как бы, речь идет о том, чтобы все-таки централизовать этот поток. Да, да, да. Потому что, правда, очень много объявлений. Я понимаю, люди давали. За последние несколько дней, да. Да, да, да. И депутаты, и просто граждане говорят, мы готовы, у нас есть канал, и мы готовы закупить, приправить лучше все, когда это централизовано идет. После вот выхода QR-кода тут, и вот буквально в течение двух дней уже 13 миллионов на счету у нас. Ну, это капля в море. Я вчера строителям приводил пример. Вот у нас СМУ-5. Копанев Юра, он там, повестка пришла, его работник. И он ее собрал сам, от А до Я, а дело БУ, про броника, ему там нету броника. Ну, в общем, почти все. Это вышло. Бронежилет. Да, 50 тысяч рублей. На одного. Да. Сейчас у нас 2,5 тысячи наших кировских будут в Ольске, полк наш кировский. Умножайте на 50 тысяч. Это Саратовская область, да? Да. И, ну, смотрите, сумма. Это 125 миллионов получается. И это без каких-либо средств радиотехнических. То есть деньги, понятно, нужны огромные. Но мы должны понимать, что люди пошли и на войну, и даже комфортно воевать. Они мерзнут там нигде. Вот спальники. Ну, сейчас вот договариваемся. Один человек сказал, я куплю спальники все. То есть вчера приходили хорошие люди. Только негде купить. Да, сейчас дело-то в том, что все регионы этим занимаются. И все. Поэтому мы как-то... Так в Саргизстанах еще эти объявления такие идут, что вроде и цены начинают поднимать продавцы на все это. Ну, кому война, кому мать трудно. Вот, вот, вот. Это вот тоже, кстати, очень такой момент неприятный. Вы знаете, в связи вот с этим совсем, я думаю, почему, во-первых, случилось, что как бы мы вот это все помогаем делам. Я думаю, компетентные органы все равно разберутся, кто вот в этом виноват. Но сейчас-то дело не в этом. Сейчас мы должны сообща, помочь. Все закончат войну, которую она никому не нужна. Но нам нужно это все сделать. Поэтому сейчас не до разборок. Ну, и будут герои, антигерои. То есть отсидеться тоже так вот, что там, как бы, я думаю, не получится. Да еще и заработать на этом получится, да. Андрей Леонидович, насколько, как вообще предприятия, организации Кировской области восприняли эту задачу по частичной мобилизации? Как проходил вот этот процесс отклика, да? С чего начиналось обсуждение? Насколько оперативно принимались решения? Ну, задача по частичной мобилизации, собственно говоря, там, не обсуждалась. Это указ президента. Вопрос был в том, как его реализовать. Я имею в виду, то есть, координацию действий какие-то, да. Слушайте, ну, здесь надо отметить, что вот как бы цинично не прозвучало, да, там, но пандемия нас уже, собственно говоря, так, скажем... Подготовила. Да, да, там, к таким оперативным решениям. И здесь надо отдать должное, опять же, там, правительству области и руководству региона. Были оперативно проведены, там, необходимые встречи, на которых были даны разъяснения, возможные пояснения и предложены какие-то варианты решения вопросов. При этом была четко определена задача, там, мобилизация состоится. Каждое предприятие, там, по-своему уникально, но, коллеги, там, все мы решаем одну общую задачу. Поэтому предприятия восприняли это, ну, скажем так, как задачу, которую надо решить. Конечно, это тяжело, и по целому ряду, там, случаев мы знаем ситуации, когда действительно ключевых сотрудников касалась эта история. Так или иначе, там, вопросы решались. Очень надеемся, что, ну, собственно говоря, там, это временный процесс, и через некоторое время эти сотрудники вернутся, рабочие места за ними сохраняются, и зачастую даже заработные платы сохраняются, и, там, контакты с семьями. Поэтому здесь, конечно, тяжело. Конечно, производственные процессы нарушаются. Конечно, есть неприятные, там, примеры того, как сотрудники пытаются избежать призыва, там, увольняясь, там, или еще каким-то образом. Единичные, но имеют место. Ну, здесь Сергей правильно сказал, каждый, собственно говоря, проявит свою сущность. И в этом смысле мне, вот, как это, продолжая уже несколько ответ, я вчера, когда размещал у нас среди членов палаты информацию о необходимости, там, помочь, да, ну, сложное у меня было состояние, потому что, там, с прошлой недели идет мобилизация, и руководитель предприятия решает вопрос, как отправить своих сотрудников, как заменить их, как производственный процесс сохранить. И тут я ему пишу о том, что давайте еще поможем, как бы, да. Не просто мне было. Еще добавляете, да, тем самым задачу. Ну, вы знаете, я был просто, ну, опять же, как и Сергей тоже, был, ну, в самом лучшем смысле слова, удивлен той реакцией, которая последовала. Ровно те руководители предприятий, которые за день до этого мне звонили, там, и говорили, Андрей, как поступить, как быть, как нам дальше работать, у нас человека забрали, у нас, там, линия встает, все. Ровно они тут же мне, даже без звонков, без всего, там, сбрасывали копию платежек с достаточно серьезными суммами, которые перечисляли. Он со многими разговаривал. Люди разделяют историю. У каждого есть свое мнение, там, кто-то по-разному относится к происходящему, у каждого свои позиции. Ну, при этом, собственно говоря, там, единение в отношении того, что тем ребятам, там, тем мужчинам, которые уже попали, там, туда под призыв, надо помочь, и здесь надо всем объединиться. Вот в этом споров нет ни у кого. Ни одного мнения о том, что, там, я не буду им помогать, пусть там сами, значит, или, там, как это, государство пусть, да, там, их обеспечивает. Ни одного мнения такого не слышал. Может быть, потому что молчат, может быть. Но я вижу, как бизнес очень консолидированно к этой ситуации отнесся. Здесь правильно Сергей говорит, и еще раз давайте, там, всем скажем. Лучше сейчас поддержать финансово. Много было вопросов, там, я могу купить это, я могу привезти это. Скажите, что надо, вот это самый популярный вопрос. Я говорю, вы понимаете, ситуация меняется каждый день. Сегодня надо, там, с утра пять квадрокоптеров, к обеду купили, уже не надо, вы купите. Или не то купите, как правильно там говорит. Есть организация, есть фонд, уполномоченный, который доверяет, там, и предприятие, там, и губернатор подписал соглашение. Лучше финансово. Там разберутся, что нужно... Тем более фонд на связи, если с воинским системами. Время, да. Что нужно, какая там техника нужна, какое оборудование, какая экипировка. Я всем говорю, лучше финансово. Чуть позже станет понятно потребности по вещам. Да, там, к зимнему, там, сезону, еще что-то. Я думаю, что... Скажут, возможно. Да, возможно, там будем уже формировать. Пока лучше вот так. Да, мы съездим, вот, с губернатором 8-9 числа, там, где запланировано туда, к нашим ребятам, и наяву же увидим. Вольт, да. Самые, да, самые необходимые потребности. Ну, конечно, поем не с пустыми руками. Слушайте, ну, вот, прямо скажу, я позавчера, там, близкого друга, там, проводил. Он служил в ВДВ, там, в свое время офицерский состав. Вот он ушел. Он мне вчера, там, из Вольска звонил, рассказывал. Ну, нормально там все. Нормально они совершенно разместились. Сказать, там, у меня тоже панические настроения про то, что раз вы собираете, значит, им есть нечего. Я говорю, шушь ты, ну, бросьте вы, вот, как бы, глупости-то говорить. Они абсолютно в нормальных условиях. Доехали, размещены, все в порядке. Сейчас проходит медкомиссия, потом боевое слаживание, там, все вот эти обучения и все остальное. Но, действительно, есть моменты, в которых, там, ну, нет государственного обеспечения. Там, нормальные зимние спальные мешки. Там, те же квадрокоптеры, которые как расходный материал. Я даже по тем, кто служит уже, там, с полгода знаю, как расходный материал. Они что с той, что с другой стороны. Выходят быстро. Их надо покупать, действительно, и там, надо помогать в этом смысле. Тут нет смысла, там, как бы, обсуждать, почему государство покупает или не покупает. Ну, можешь помочь, помоги. Не можешь, ну, как бы, без вопросов никто ведь не заставляет. А возможность, не знаю, проверить, поговорить с предприятиями, которые непосредственно торгуют этими вещами, есть, Андрей Днянинович? Почему дефицит, почему ценность летит? У меня есть, ну, вот опять же, там, это, знаете, информация, которую вроде кто-то где-то как-то слышал. Я, есть у меня знакомые, которые занимаются сеть магазинов, как раз, охотничьего, рыболовного, там, снаряжения. Я в первый же день, там, позвонил по поводу спальных мешков. Они говорят, мы прошлись по всему, там, городу, значит, по всем знакомым. Вот у нас было на утро 50, сейчас уже 20 к вечеру, да, там, завтра не будет. Я говорю, с поставщиками, что они говорят, поставщикам, звоним, поставщики завалены заказами. Мы с нашим Минпромом сейчас отрабатываем, да, слушайте, ну, проще всего начать шить здесь. Вот я хотел как раз уточнить, мы не производим их у себя здесь. В Кировской области на данный момент не производится, но сейчас уже прорабатывается, собственно говоря, там, вариант, потому что это будет востребовано и для обеспечения, собственно говоря, вот этих потребностей, там, да, так и на рынок, там, ты спокойно выходи сейчас и работай, там, да, вполне. Это как история была с медицинскими масками, да, когда пандемия разразилась, и мы начали сами изготавливать. Я думаю, что будет быстро, там, это освоено, мы найдем, там, и запустим, и сделаем. Просто, ну, это не делается вот так, вот, конечно, там, да, сегодня нет, завтра есть, но я думаю, что будет сделано. И там уже есть намерение, те, кто готов, там, естественно, безвозмездно, там, шить, поставить, там, все обеспечить. А рост цен, да, вот это вопрос, наверное, не будем исключать, ну, мы все знаем, что в паршивой, вернее, там, да, в стадии не без паршивой, там, овцы, и я за всех не скажу, может быть, кто-то это сделал, но давайте тоже будем объективны, где-то это реальная история. Ты закупаешь новую партию из-за того, что у тебя, правда, продано старое, а ты закупаешь ее уже по новой цене, там, на свободном рынке. И это не ты наценил, это к тебе так пришло. Тем более, что это все равно рост цен, он все равно происходил. Слушайте, инфляция, погода в стране, ну, мы ее, там, видим, знаем, понимаем. Другой вопрос, что, еще раз говорю, понимаете, вот, Сергей же правильно сказал, сконцентрированные у них средства расходуются, там, оптимально, с точки зрения знания того, где закупить, по какой цене и на особых условиях. И так, вот, ты хочешь помочь, так, ну, не надо самодеятельности, да, там, как бы, дай возможность тем, кто профессионально этим занимается, это сделать. И тогда не будут наживаться те вот самые, там, ну, кто мог бы это сделать. Потому что, я уверен, что Сергей-то такого вот очень не позволит. Ну, да, вопрос даже стоит, там, можем выехать в этот же Китай, напрямик заключить договор по поставке этой радиотехники. Там, там, особо нужно сейчас действовать, не сидеть на месте. Радиотехника имеется в виду радиостанции? Ну, я имею в виду радиостанции, там, коптеры эти же, там. Электроника всевозможная. Все равно все китайское. И у них неплохое сейчас это все оборудование. Я хотел просто к Андрею Леонидовичу еще, вот, там тема как зашла, о том, как руководители предприятия относятся к ситуации. Там ведь есть, как бы, две стороны. Есть люди, которые уходят, и есть их семьи, которые остаются, и которые тоже, по-моему, нуждаются многие из них в помощи. Вот как они к этому вопросу относятся? Слушайте, ну, надо понимать, что вообще, так, вне зависимости от ситуации, последние годы кадровые, вопрос всегда был очень серьезным. И, там, политика социальная, большинство и предприятий, и предпринимателей ориентированы на то, чтобы, там, и ценные кадры, и вообще сотрудников своих, ну, так скажем, максимально удерживать возможными способами. И значительный был, там, рост социальных пакетов, которые предоставляются еще что-то, мотивации, да. И сейчас, конечно, когда у тебя уходит сотрудник с предприятия, ну, здесь даже, там, и по-человечески, и как работодатель, ты, там, надеясь на его возвращение, стараешься обеспечить все условия для того, чтобы он и спокойно служил, там, сейчас, не переживая, там, за семью. И семья транслировала ему, что у них все хорошо. Поэтому, ну, опять же, там, не скажу за сто, там, процентов, но, мне кажется, здесь включаются ровно те, там, присущие человеку качества, которыми мы всегда и отличались, да, там, сердоболие, там, что называется. Сочувствие. Сочувствие, общность вот эта, да, там, когда мы, это мы в мирное время атомизируемся, да, там, как проблема, о которой мы говорили. А ведь в такие сложные времена мы всегда действуем сообща. Правительство области запустило, там, по линию, по поддержке, как раз, семей и работодателей, ну, мне есть... 122, добавочные 2. Да, 122, да. Вот, и работодатели, конечно, конечно, там, вот, Сергей привел пример, как их экипируют, значит, и у меня такие же есть примеры, как поддерживают семьи, сохраняют заработную плату, несмотря на обещанные, там, выплаты. То есть не просто место рабочее, а и заработную плату, и заработную плату, и дополнительный соцпакет, там, выплачивается обеспечение, и по детям отдельно вопросы решаются, конечно. Ну, я дополню вас таким положительным примером, вот, это уже СМУ-5 приводил, Купанева. Он, у него ушел боец, который, он семье будет выплачивать зарплату, ну, минимальную зарплату будет, пока он там. Если бы все руководители предприятия этому примеру последовали, было бы очень хорошо. И вот вчера такое было в случае, то есть руководительным предприятиям сейчас будет интересно, к нам пришел один предприниматель и сказал, вот, у меня 10 специалистов, если из них заберут, там, ну, половину, двух, трех, у меня просто встанет производство. У него производство огромное, одно в России из лучших, вот, можно ли решить вопрос так, мы говорим, как, вот, что за моих специалистов кто-то бы пошел туда служить. Я обязуюсь тем людям, которые пойдут выплатить подъемы, там, в размере, там, 200-300 тысяч, и им сплатить заработную плату, пока они служат за моих ребят. То есть вопрос интересный. Ничего себе. Мы понимаем. Даже на такое готов идти руководитель организации. Мы понимаем, что если у него уйдут специалисты и встанет производство, да, то есть от этого никому хорошо-то не будет, он нам больше помочь не сможет. Он им своим помочь не сможет. Да, не сможет помочь. То есть вот этот вопрос-то надо обсуждать вообще, разговаривать с руководством, с властью, там, вплоть даже на федеральном уровне, что если так можно, если есть желающие, там, кто пойти и служить за другого человека, почему нет? Ну, кстати, да, вот я хотел как раз, Андрей Леонидович, задать вопрос. Мы вот сейчас слышим о каких-то федеральных мерах поддержки, вот сейчас они принимаются, там, в Госдуме обсуждаются, в кредитные каникулы, да, в том числе. Может быть, на региональном уровне нам тоже подумать о том, чтобы каким-то образом меры вот такие общие предусмотреть, касающиеся всех военнослужащих, в том числе и по мобилизации. Ну, я, насколько знаю, там было принято решение о доплате региональной, там, определенной суммы мобилизованным. Вы знаете, мне кажется, что в данном случае, там, ну, мер поддержки вполне достаточно с точки зрения, там, денежного удовольствия, там, социальной поддержки. Здесь, ну, скажу, скажу с точки зрения бизнеса, да, здесь бизнесу, наверное, не хватает в большей степени, ну, понимания, понимания происходящего, опять же, да. Мы понимаем, что экстраординарная ситуация, мы понимаем, что, там, страна в сложном очень положении, но бизнес, как, как, гораздо больше, чем в поддержке, нуждается в предсказуемости. Ощущать, понимать перспективу, перспективу, да. Мы прошли эту, там, призывную волну, значит, там, да, в пятницу, там, последние отправки должны состояться, что дальше, значит, будет еще что-то, на какой-то период стабилизируется. Сейчас вот, там, перераспределили сотрудников, да, там, перезапустили где-то производство по-другому, там, какие-то процессы, что будет дальше. Вот, больше, наверное, важно это. Плюс, ну, тут, не знаю, там, Сергей согласится или нет, давайте не будем, там, все-таки отрицать, что, ну, были большие сложности психологические в начале, там, мобилизационной кампании, когда было непонятно, призовут, не призовут, кого призовут, по каким критериям, почему. Я, там, уверен, что все мы с вами, там, достали военники, там, да, нашли эти, как бы, категории, в усы, да, да, и сидели, пытались понять, там, призовут, не призовут. Вот, и у бизнеса было непонятно, и потом раз тебе прилетает повестка, завтра явится, у тебя нет даже, там, ну, промежуточного времени, там, человек этого, там, передать навыки какие-то или на рабочем месте что-то передать. Ну, если на неделю растянута кампания, скажите четко в начале, вот списки мобилизации, вот эти люди уйдут в течение недели, там, да, есть возможность переналадить. С пониманием относимся, бизнес старается, но, мне кажется, эта кампания показала, собственно говоря, помните, как в пандемию, опять же, с акведами была история, да, там, никогда было не нужно, а теперь, оказывается, воинский учет нужно вести, потому что сколько у меня историй, когда предприниматель, ну, сам виноват, он ничего не сообщал военкомат, и получает повестку, как безработный. У него 30 сотрудников, он сам ИП, да, он безработный, числится в военкомате, и первым призовом, там, собственно говоря. Ну, он просто вовремя не справился. Ну, увы, да, эта система носит такой уведомительный порядок, пока ты сам не проявил инициативу. Поэтому здесь, здесь вместо, там, ну, конечно, меры поддержки, ну, наверное, нужны, но больше нужна вот эта вот более-менее такая, насколько возможно, определенность. Вот насчет определенности можно еще и по Сергею... Да, я вот соглашусь по поводу, с Андреем по поводу этого военного учета, вы понимаете, там, вот, у них там базы-то хорошие нет в военкомате, онлайн, у них карточки вот эти сразу. Да, на карточках, на карточках, да. Да, листают их, достают, ага, Усенко, Андрей, служил в ВУЗ какой-то, пойдет, а не знаю, что там, Усенко, там, пять детей или сколько, то есть этого нет там. Поэтому начинают вот эти обиды, что, а почему меня призвали? У меня столько детей, это вот. А потому что ты сам виноват. Ты приди и дай данные туда, и не было бы этого, не происходило. Так, подошло время, у нас небольшой рекламная пауза, она продлится одну минуту, мы говорим о частичной мобилизации в Кировской области. О том, какую помощь и поддержку мобилизованные члены их семьи могут получить Сергей Крутиков и Андрей Усенко у нас в студии. Скоро вернемся. Продолжаем нашу беседу. Андрей Усенко, президент Вятской торгово-промышленной палаты, и Сергей Крутиков, президент, руководитель благотворительного фонда «Завятку», да. Председатель правления Кировской областной общественной организации «Союз десантников». Вот сейчас хорошо, да, правильный вопрос. Николай Впередович стал задавать. Да, я хотел еще дофередовать спросить. То есть вот сама, как бы сказать, сам алгоритм поведения человека, который получил вот эту повестку, да, у него сутки, да, и он начинает довольно-таки панически к этому готовиться. И тоже наверняка тратит деньги не на то, что нужно. В общем, как вести, ну, попадающим под мобилизацию. Да, вопрос, конечно, такой, как бы злободневный, потому что повестки приходят, люди бегают по магазинам, все покупают. Ну, что мы сделаем, это мобилизация. Есть закон о мобилизации. Значит, для тех, кто, многие обижаются, у меня инсульт был, у меня инфаркт, меня взяли, призывали. Вот, имейте документы на руках, у кого инсульт, инфаркт, кто инвалид, вы по прибытию на сборочный пункт, это все. И еще раз хочу всем сказать, никакой медицинской комиссии не будет. Это мобилизация. То есть там, что вы будете рассказывать, неинтересно, вы военнослужащий, если вы отказываетесь, вам уголовная ответственность уже грозит, все. Так что, кто думает, что его не должны призвать, берите с собой все документы. Вы инвалид, вы там перенесли такие-то тяжелые болезни, у вас там рак или что-то. Вот это все должно быть в Кирове, когда вы с Кирова уезжаете на сборные лагеря туда, там уже с вами разговаривать никто не будет. Только можете обратиться, что с вами вот вновь случилось. Вот и все. По поводу этого, по поводу для тех, кто там думает, что меня не возьмут или возьмут. Значит, по поводу повесток, которые пришли ошибочно там, ну есть горячая линия, люди уже разбираются с этими там. Это у нас, ну, бардак присутствует везде, там это есть. Дальше, собирать что-то, покупать. Ну, думаешь ты, ну ты же, ну возьми заранее, купи что-то. Ну, что там тебе спальный мешок, там место займет какое-то. Ну, что-то приобрите, если думаешь, меня должны забрать. Я похожу под года, у меня там вуз такой-то, я там наводчик дальнобойного орудия. Да, они нам нужны там, я там водитель. Да, нужны там это все. Так что готовьтесь заранее, конечно, за день. Что вы можете собраться? Ничего. Как родственникам себя вести, Сергей Александрович? Потому что сейчас соцсети просто полнятся различными какими-то советами, рекомендациями. Не звонить мобилизованным, не тревожить их. В общем, не знаю, это тоже такая паника. Родственникам нужно успокоиться, потому что все эти страшные вещи, которые рассказывают, ну, делите все это на пять. И правду вы найдете. Вот вчера наш товарищ, он был в отпуске, сейчас по контракту снова он уезжает. Вот смотрите его интервью, он там рассказал всю правду о войне. Он кавалер Ордин Мужества, медаль за отвагу, он там уже получил на Донбассе. Вот, и сказал, что у меня в октябре кончатся. Ну, я продлю, я пацанов не брошу своих. То есть мы уже все, кто, у кого контракт закончился, мы все на созвоне, и все толпой туда идем. То есть нужно доводить дело до конца. Поэтому родственники, сейчас сразу скажу, не волнуйтесь, вчера была связь, вчера или, не помню, позавчера уже запутался, с Вяткой, с подразделением. Бринцевич выходил на связь, вот, значит, он ранен в ногу там, ну, в мягкую ткань попал, осколок. В общем, там, ничего не страшного. Остальные все живые, целые. Так что, может, родители успокоятся, жены, дети. Хотя они находятся в самом таком непростом месте, там, вот, Красный Лиман, там, так, все серьезно. Но, по крайней мере, парни на шведской воюют хорошо. Планируете ли вы своим вниманием, своей деятельностью охватить и районы Кировской области? Да, обязательно. Потому что оттуда тоже приходят сообщения о том, что что-то собирают, что-то везут, несут и так далее. И тоже не очень понятно, что, как. Да, разорганизованность какая-то тоже присутствует. Оттуда очень много ведь людей уходит. Просто все это очень резко началось, и все не успеваем. Мы сейчас поедем по районам, глав района будут предупреждены, собрать там тоже предпринимателей, ну, и все пояснять. Потому что, да, я смотрю в неких районах, там, какая-то карта, собираю пожертвования, там, какая-то карта. Знаете, и мошенников у нас там хватает, на почве этой войны можно много что сделать. Ну, да, уже есть сообщение о активизации телефонных мошенников, там, всевозможных. Ну, понятно, что время такое. Поедем по районам ситуацию разъяснять, как можно, вот, в скором времени. Сейчас только организационные мероприятия пройдут, все структурные вот эти вот. И обязательно поедем туда. И не отказываемся, есть такие, знаете, нам звонят женщины, вот мне 67 лет, такая очень активная. Это старый комсомол, это просто там у нее, ну, столько людей, с ней работает, ей все верят. Я говорю, я хочу вот это, хочу это, я говорю, приходите к нам работать, вот мы и будем рабочую группу делать, да. Нам нужны контактеры, нужны люди, которые с пенсионерами будут общаться, нужны с молодежью там будут общаться. Нам нужен вот такой общественный совет, состав, ну, понятно, что на зарплату мы не можем никого-то пристроить. Ну, речь волонтера ходит. Да, волонтера. Приходите, мы никого не отталкиваем, нам всем делать нужно одно дело. Чем поподробнее волонтеры-то, для чего нужны, чем, какие задачи перед ним будут стоять? Ну, вот сегодня позвонили, вот Олексий Чихин звонил, там, говорит, есть девочки такие, они работают на шейфабрике, они готовы, если что-то будем шить, шить бесплатно. Я говорю, это вообще хорошо, но не волонтерское движение. Ну, надо было, вы понимаете, что нам, у нас штат небольшой, нам не справиться. Для начала надо вообще, для координации, для того, чтобы отвечать на вопросы. Вот вы спросили Сергея, куда обращаться, он говорит, пока только мой номер, и понятно, что он сходит с ума от того количества звонков. Это, в первую очередь, конечно, координация, вот эта волонтерская работа, ответы на вопросы, объяснения, разъяснения, потому что посыл, желание у людей помочь большое, там, главная задача в этом смысле организаторов, направить его в правильное русло, и тогда эта помощь будет наиболее эффективной. Почему вот мы и говорим, что даже сейчас бы по радио можно было бы объявить хотя бы некий номер телефона, опять же, не Сергея Саныча, потому что он просто не успеет. Ну, телеграм-канал «Завятку». Телеграм-канал «Завятку». Да, находите, там есть паркоды, уже много везде. На многих уже информационных порталах я вижу, да, вот эти паркоды, еще переходы на эти вещи. Да, в поисках, в фонд «Завятку», я думаю. Мы с организацией дорожимся, да, потому что понимаем это все. Поэтому сейчас помещение после совещания мы посмотрим, да, какое нас, если все устроит, мы перейдем, там будут и складского помещения, чтобы люди, ну, вещи несли, все равно мы от этого не отказываемся. Вот, и будет какой-то рабочий, чтобы люди могли, вот, совет этот собраться там. Ну, и секретарь обязательно отвечает на звонки, организует все эти встречи. Я думаю, даже не один, наверное. Ой, я вчера где-то в социальных сетях видел сообщение вплоть до того, что-то. Женщины согласны вязать на теплые вещи, теплые носки вязать на служащих. Дайте нам пряжу, мы свяжем, да, и принесем. Вы понимаете, это хорошо, но вот берцы 42-й размер, он их одел 42-й, ну, куда он с шестяными носками их одень? Они хорошо, они есть, да, вот, ну, нет. Вчера мама позвонила в одного призывника, который ушел, она говорит, вот он ушел, у него сланцев нет, я не могла нигде купить. Вы можете приобрести? Я говорю, ну, хорошо, мы будем знать, мы будем звонить туда, сколько нужно. Завод из Коши. У нас их делают эти сланцы, сланцев нет. Ну, если там не хватает, мы обязательно приобретем и привезем туда. О своей поездке в Вольск на следующей неделе, расскажите еще, что будет, собственно, являться целью-то, вот, посмотреть, как обосновались, там устроились наши ребята? Нет, это едет губернатор. А, губернатор. Мы с губернатором едем, да, именно на месте посмотреть, не то, что по звонкам, а что не хватает, посмотреть наши ребята, как они устроились, какие условия, что у них там есть. Ну, не то, что даже, что не хватает, наверное, все, что нужно, как бы, да, что действительно, какая у вас тема, там, ну, вернее, какая помощь востребована и актуальна. Сколько, давайте напомним еще раз, наших... Две с половиной тысячи. Две с половиной тысячи уже там мобилизованных. Это именно по мобилизации? Да, должно быть две с половиной тысячи, мы не знаем, там, с какой недобор еще, не разговаривали. Так она как бы еще не закончилась. Ну, да. По срокам пребывания там наших земляков, какое время они там... Ну, это как бы, сами понимаете, информация такая, закрытая, ну, в пределах месяца. Ну, опять же, да, вот, как было сказано, то есть они сейчас проходят все-таки, там, медицинское обследование, там, на месте... Ну, нет там обследования какого-то. Ну, по жалобам. Ну, по крайней мере, я... Ну, по желающим, да, да, да. Ты сейчас даешь надежду людям, которые туда приедут, там, закосить, сказать, я домой... Я тоже видел в соцсетях, якобы, якобы, уже там принимаются решения о том, чтобы, там, единично обратно отправлять. Не знаю, насколько это в действительности соответствует, конечно. Я тоже вижу в соцсетях. Ну, около месяца они будут там находиться. Около месяца будут находиться, собственно говоря, укомплектовываться, обмундироваться. Самое главное — обучаться. Самое главное — обучаться. Мы понимаем, там, что даже те, кто, там, из запаса призван, и даже те, кто не так давно, все равно это требуется, там, слаживание боевое, все равно, там, средства связи все надо отработать, все действия и все остальное. Поэтому месяц, как там, по нашей информации, там, этот процесс займет. Ну, что, будем еще встречаться, безусловно. Озвучили то, что могли, как, собственно, выйти на благотворительный фонд за вятку. Ну, я так понял, что тот хочет, тот идет. Информационные площадки, да, они уже полны, собственно, вопросов. Очень-очень много. Давайте очень просто. Тут не тот, кто хочет, а тот, кто хочет помочь. Он найдет возможность помочь. И, собственно говоря, если он внутри себя этот посыл имеет, он сумеет его реализовать. Добавим Сергеем, там, не надо паниковать, не надо устраивать паники вокруг себя, там, не надо нагнетать обстановку. Это та ситуация, в которой мы сейчас находимся все, и в этой ситуации, в общем, достаточно есть простое правило. Каждый должен делать то, что может сделать. Вот тогда мы все, собственно говоря, из этой ситуации выйдем, ну, наверное, уже даже несколько там новой страной. И выйдем достойно, что самое главное. Хорошо, будем держать руку на пульсе и будем предоставлять, стараться всю полную, полноценную и проверенную информацию по этой теме. Сергей Крутиков и Андрей Юсенко, наши гости. На этом передача наша сегодняшняя завершается. Удачи, до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин